Каждый год в День Победы спортсмены Десногорска проводят спортивные мероприятия. Этот год не стал исключением. Традиционный легкоатлетический пробег в Коске Десногорск стартовал в 7 часов утра и завершился на Кургане Славы. Традиционно уже более 30 лет мы проводим этот пробег. Цель этого пробега – это отдать дань нашей великой победе. В этом пробеге участвуют взрослые и молодые спортсмены нашего города. В этом году в пробеге приняли участие 40 спортсменов. А 4 мая в городе Обнинск был дан старт веломарафону, в котором приняли участие 20 работников электрического дивизиона госкорпорации «Росатом». Велосипедисты преодолели 350 километров, чтобы принять участие 9 мая в праздничном митинге на Десногорском Кургане Славы. Во время проведения велопробега в каждом городе к нам присоединялись участники, локальные участники. В каждом городе по 20, 30, 50 человек. Город Киров порадовал нас и мы присоединились к их большому велопробегу, к 150 участникам. В общем и целом в велопробеге участников, работников госкорпорации «Росэнергоатом» приняло участие порядка 300 человек. В процессе проведения велопробега мы возлагали венки, раздавали георгиевские ленточки, участвовали в зажжении вечного огня. Впервые принимаем участие в данном мероприятии. Очень все понравилось. Почаще бы таких мероприятий, чтобы молодое поколение не забывало тот подвиг, который совершили наши деды, прадеды. Нам очень понравилась «Свеча памяти» акции. Музеи также, окрестности посмотрели. Вообще, вот реальные, где вот, ну проезжали, где вот боевые действия как раз проходили. В Саратской области она вообще богатая? Да, да. У нас в Саратской области такого нет, поэтому мы впервые видим и так очень интересно, очень все понравилось. Организаторы мероприятия надеются, что это спортивное мероприятие станет доброй традицией и расширит свои границы.